Доброго всем дня, друзья, меня зовут Флоки и добро пожаловать на новенький ролик по игре Кэтс. Сегодня мы будем строить новый корпус и попробуем мгновенно пройти 21 этап чемпионата, а сейчас немножечко рекламы. Хотел бы вам посоветовать мою группу вконтакте по Кэтс, здесь вы сможете найти различные пасхалки, советы, баги, а также здесь будут регулярно выкладываться ставки. Если вам это интересно, то ссылочка на группу будет в описании, а мы переходим к ролику. Собственно, ребят, давайте приступим, у меня тут осталась тачка с моего прошлого ролика, потому как я вам показывал суперкрутую тактику, кто, кстати, не смотрел, можете посмотреть, у меня на канале есть этот видосик. Собственно, смотрите, ребят, сейчас я вам покажу неплохую такую сборочку, которую я недавно сделал, собственно, смотрите, это у нас будет катер, у которого плюс 31% к лазеру. И также у меня есть на него колесо, которое дает ему плюс 100%. Количество энергии на этом катере мне идеально подходит, потому что он пятого уровня, ну, пятого уровня имею в виду по звездочкам, так что все очень-очень с ним классно. Вперед мы поставим диск, пожалуй, потом... Ох ты, какой у меня классный реверс в прошлом ролике выпал, его можно будет попробовать прокачать. Ставим вот сюда реверс, который дает плюс 60% к лазеру и берем, собственно, ну, лазеры, что еще, что еще возьмем-то сюда. Лазеры у меня есть два прикольных лазера, которые как раз-таки под эту тачку мне идеально подходят. Но если не считать мой карбоновый лазер, который мне, к сожалению, выпал для классики и, ну, не особо подходит под эту тачку. А вот этот вот у меня лазер подходит для катера, который ему дает буст к хп. Смотрим, в общем-то, что у нас здесь по ставочкам. Я поставил на этого парня. Давайте посмотрим, сможет ли он победить. Отлично, ставка идеально проходит. В группе я писал про эту ставочку, кстати. Как раз-таки она была хоть и очевидная, но все-таки... Кому интересно прогнозики, можете заходить в мою группу ВКонтакте. Ссылочка на нее будет в описании. Собственно, у нас плюс 6% на вот этот вот ковшик, который у меня для катера хп дает. И потом к лазеру, который тоже для катера хп дает. И, собственно, по-моему, еще катер, да, сам прокачался. Вот, плюс 37% для лазера. Давайте поставим новую ставочку. Здесь я вроде бы этот бой уже видел. По-моему, эти два парня уже встречались. И вот этот вот чувачок его подбросил. И вот этот вот справа перевернулся. То есть левый его импульсом подбросил. И этот правый перевернулся. И ничего не мог делать со своими ракетами. Но я, на самом деле, по поводу этой ставки еще не очень сильно уверен. Так что, скорее всего, я ее выложу в группе ВКонтакте. И там вы сможете ее посмотреть. А вот здесь вот, ну, эти ставки я, наверное, ставить в этом ролике вообще не буду. Потому что я, наверное, сейчас попытаюсь пройти чемпионат. Давайте посмотрим, что у нас здесь по противникам. Здесь у нас, кстати, парни есть достаточно мощные, которых я вообще, по идее, вообще не могу выиграть. Например, вот этого обалдуя прыгуна. Так, этого смогу. Этого смогу. Отличненько. Дальше у нас еще один интересный паренек. Я его тоже смогу победить. Класс. А этого-то что? Блин, этот меня, походу, поднимает, да, своими фиговинками. Ну, ладно. Это для меня не проблема, потому что сейчас мы немножечко вкачаем наши лазеры. И у нас будет все супер-изи. Здесь мне нужно ХП прокачать. Парень очень мощный против нас. У него 47 тысяч урона, блин. Так, этот вроде нас не перелетает. Мне, наверное, вперед нужно какой-нибудь Бигфут поставить. Ух ты. Этого мы тоже побеждаем. Скорее всего, я вперед Бигфут поставлю, чтобы там один парень меня не перелетал. И прокачаю немножечко ХП. И тогда мы сможем спокойно пройти этот этап, я думаю, да. Так. Может быть, все-таки вот это. Ну, давайте Бигфут сначала попробуем. Сможем ли мы того парня остановить, чтобы он на нас нафиг не перевернулся. Потому что это меня немного раздражает. Отлично. Все. Теперь нам осталось только прокачать немножечко ХП. И, собственно, урон. И все. Тогда мы можем спокойненько проходить этот этап мгновенно. Смотрим, что у нас здесь. У нас здесь нужно к катеру прибавить немножечко ХП. 47 тысяч. Ох ты ж, сколько ж мне придется прокачать. Мне капец, сколько еще не хватает ХП. Ну, давайте посмотрим. Я, наверное, буду вливать практически все. Потому что, ну, мне в основном многое не нужно. Я специально все это собирал для того, чтобы влить. Так, что у нас тут? Блин, не особо много за уровень мне дают. Придется, наверное, потом еще комплекты вливать. Я так понимаю. Потому что я уверен в том, что этого мне точно не хватит. Будем искать корпуса помощнее, чтобы хотя бы побыстрее немножечко прокачивалось. Так, вот это вольем. Это, это, это. А это у нас для чего? О, это для Бигфута тоже, наверное, влить можно. Так, у нас здесь 86 тысяч ХП. Ну, давайте до максимума этот корпус, что ли, прокачаем. Что тогда тянуть-то? Думаю, ну, вообще не вижу смысла в этом. Так что давайте его полностью вкачаем, чтобы у нас был мега крутой лазер. Ух ты ж, вообще дурацкий тут бонус. Так, с это все вливаем, вливаем, вливаем. Здесь у нас для шкифа, для шкифа влилили. И еще один уровень у нас остался. Давайте пирамидами добьем, которые у меня вот есть более-менее помощнее, чтобы побыстрее все было. Так, здесь у нас для скутеров мы вливаем. А, 24 уровень это не максимум, кстати. Мы можем еще прокачивать, да, я так понимаю. Отлично тогда. А здесь у нас для жала мы тоже это вольем, это вольем, вольем. Блин, я на самом деле пирамиды-то не пользуюсь. Можно вообще все корпуса пирамиды влить, по идее. Так, все, 26 уровень это максимум. А теперь мне нужно прокачать немного лазеры. Скорее всего я буду вот этот прокачивать, потому что... Ну, он для катера, и я его планирую пока что оставить. А этот у меня для классики, видите? Так что его прокачивать нет смысла, плюс у него сейчас практически максимальный уровень. Ну, давайте смотрим. Мне нужно прокачать вот этот лазер наш, и в него я, скорее всего, буду вливать все мои ненужные пилы и тому подобное. Потому что у меня их достаточно много, и мы сейчас их все вольем, и у нас будет достаточно мощный такой лазер. Так-с, так-с, так-с. Ох, такой громкий звук на самом деле. Ну да ладно. Немножечко вперед промотаем, потому что здесь у нас уже пилы пошли с тремя звездочками. Они не особо много чего добавляют, а вот эти пока что можно влить. Так, отлично. Надеюсь, там не попадется какой-то дебил, из-за которого мы не сможем пройти мгновенно. Потому что я тут уже полностью настроился как бы все мгновенно проходить. Так-с. И вот так. В начало немного перейдем, посмотрим, что у нас еще есть там интересного. Потому что пилы у меня уже таких нормальных нет. Так что сейчас мне нужно уже искать какие-нибудь другие вещички, которые можно тоже влить. Может быть, что-нибудь по циркуляркам тут есть. Давайте посмотрим. Так-с. Очень тяжело на компьютере, если честно, это все листать. Ну, хотя бы давайте один уровень ему сделаем. И, в общем-то, хватит этому лазеру. Отлично. Ну, блин. На самом деле тачка достаточно мощная. Но не знаю, смогу ли я этого парня победить. Давайте посмотрим, собственно. Нам остался, получается, этот Бубуй. Че ты, Бубуй? Оу. Из-за того, что у меня колесо такое большое, я вообще по нему не попадаю. Передняя-то. Блин. А вот этого я не учел на самом деле. Блин. Я не знаю, на самом деле. Можно попробовать мою другую тактику. Если она сработает, то, по идее, будет очень-очень классно. А если нет, то очень-очень плохо. Мы не сможем пройти этот этап дурацки мгновенно. Блин. Вот всегда мне так не везет. Попадается один-два чока, которых я не могу просто мгновенно мочкануть. И это не очень-очень классно. Ставим. Потом берем два реверса моих. И если все сработает, то будет мега идеально. Если же нет, то, наверное, все-таки у нас не получится пройти этот этап мгновенно. Но я кое-что другое потом попробую сделать в этой серии. Тоже достаточно эпичное, потому что к этому я очень долго тоже шел. Надеюсь, то, что это получится. Будет очень классно, если все это у меня выйдет, что я задумал. Так, ну это лазер помощнее, конечно. А если я его сюда поставлю? 27. А у этого? О, этот вообще на 9000 ему уступает. Так что лучше красный поставим. Он получше будет. Отлично. Этого мы убиваем. Смотрим дальше. Так. Этого тоже. Хорошо. Так, ну этого, по идее, тоже должны, да. Блин, вот сейчас 100% будет несколько говнюков, которых мы тоже не сможем победить из-за их реверсов. Ну вот, например, да. Фак. Ну и скольких мы не можем победить? Походу и той, и той тактикой мы не можем победить по одному человеку, по идее. Так, ну, блин, этого мы убиваем. А, здесь мы еще одного не можем победить, по идее. Окей. О, нет, здесь мы троих не можем победить. А, четверых. А этого? О, с этим вообще сейчас классный выйдет. Отлично. Так, этот, 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 этот у нас тоже нас побеждает. Ну, блин, это, конечно, тактика похуже, чем мой катер мощный. Ну, блин, этот чувак в сети. Нет, этот чувак не в сети. Как же у него никто, я уже забыл. Вот этот Карлос, блин, вонючка. У него же до этого другая. А, нет, не Карлос. Стойте, сейчас я соберу мою прошлую тачку. И посмотрим, кого же мы там в итоге не можем победить. Итак, ребят, собственно, собрал тачку. Давайте еще раз посмотрим, кого мы не можем победить. И потом я уже, пожалуй, попробую одну другую фигнюшку в этой серии сделать, чтобы хотя бы она была немножечко эпичная. Вот. Так, с этого мы выносим. Отлично. Так, с этого, по идее, тоже должны. Ага, очень классно. Я немножечко лазеры поменял местами. Может быть, мне в каком-то месте это сыграет на руку. Вот, например, с этим Карлосом, по-моему, я его побыстрее мочканул. А, нет, вот этот дебил. Да, это именно Карлос, который меня бесит. Вот говнюк-то, а? Из-за него мы не можем этот этап пройти. Ага, Витя тут поменял, блин, тоже с этим чуваком не везет. Тупо из-за одного чувака не могу. Даже, конечно, я из-за одного еще тоже не могу. Ну, блин, если там немного прокачать здоровье, то я его тоже спокойно смогу убить. А, по идее, только из-за одного не могу. Вот. Эх. Просто эх. Сейчас бы так классно было бы, если бы мы прошли это там мгновенно. Оу. Тут у нас еще один. Ну, в общем-то, я не помню такую тачу, когда мы только вот этого не могли победить. Карлоса. И еще какого-то чувака, который тоже такой нормальный. Но если мы прокачаем много здоровья, то мы его помощнее будем. Ну, ладно, собственно, походу. Все-таки у меня в этой серии не получится пройти мгновенный этап. Все этапы такие сейчас сложные. Блин, у всех такие разные тачки. Это так тяжело сейчас тащить. Вообще просто какой-то капец. Если, ребята, у вас какие-то советы есть, можете в комменты писать. А пока что я сделаю кое-что классное и потом продолжу запись. Вы это увидите. Надеюсь, хотя бы этим вам понравится эта серия. Хоть немножечко прибавлю эпичности. В общем-то, сейчас я вернусь. Итак, ребята, мы продолжаем. И посмотрите на количество моего золота. Это 10 миллионов. Я очень давно шел к этому часту. Я, ну, не так часто тратил свои деньги на то, чтобы прокачивать свою машину. Так вот только сейчас в последнее время уж начал немножечко так тратить денег. На самом деле, ну, блин, очень редко я что-то вливал. Вы можете даже посмотреть в моем инвентаре. Например, сколько у меня этих комплектов. Они у меня с военных деталей до сих пор валяются. Даже есть вот, по-моему, с металлических хпшка. Я хпшку вообще никуда не трачу. Мне кажется то, что, блин, ну, как-то не приходилось на самом деле. Вот. И у меня тут еще кристалликов в три шестерки. В общем-то, я бы вам хотел сказать, ребята, что всего этого я добился без какого-либо доната. Потому что многие ребята мне пишут в комментариях, типа, ты реально без доната? Как у тебя столько много денег? Но на самом деле все это правда. Я в эту игру ни капельки не донатил, не покупал набор, там, суперинженера, который стоил 100 рублей. Вообще ни капельки ничего не донатил. Все это заработано сугубо с открывания ящиков и с времени, проведенного в игре. Собственно, что я вообще вам хочу сейчас сказать? В общем-то, в комментарии вы мне можете написать, куда потратить все вот эти 10 миллионов золота. То есть все вот эти 10 миллионов золота я потрачу туда, куда вы мне скажете. То есть либо комментарий, который наберет больше всего лайков, либо тот комментарий, который мне больше всего понравится и идея будет такая более-менее оригинальная. То есть вы можете что угодно написать абсолютно. Если мне это понравится, либо понравится моим зрителям, и на ваш комментарий наберется большое количество лайков, то именно туда я волью все эти бабки. То есть я, конечно, могу все это потратить там на прокачку и тому подобное, но, в общем-то, кому это надо? Ну, блин, эпичности как-то мало. Вот если я потрачу на что-нибудь эпичное реально в этой игре, то, конечно же, это будет, на самом деле, очень классно. И все это сниму на видео. На самом деле, сколько я смотрел ютуберов по кэтс, я ни у кого не видел такого огромного количества золота. Я все-таки решил, как бы, такое количество собрать. И вот кидаю вам, так сказать, такой челлендж. Кто, в общем-то, напишет самое крутое пожелание на трату вот этих 10 миллионов золота? Огромное число, на самом деле. Я сам офигеваю немножечко от того, как я его собрал. Ну, в общем-то, я как-то это смог сделать. Еще у меня осталось пару деталей продать. У меня еще больше 10 миллионов будет, что очень-очень классно. Собственно, ребята, на этом мой видос заканчивается. К сожалению, мы не смогли перейти на новый этап, но я решил эту серию закончить вот такой вот эпичненькой ноткой. В общем-то, не забывайте писать комментарий, потому что все-таки, как по мне, так это очень классно. Я надеюсь, что мои старания, чтобы набрать эти 10 миллионов, оправдались. И вы поставите этому ролику лайк, напишите комментарий, подпишитесь на мой канал, на группу мою в ВКонтакте по Кэтс. Ну, собственно, на этом все, ребята. Огромное всем спасибо, удачи и пока-пока.